В городской администрации впервые прошло заседание общественного совета по ЖКХ с участием главы Дхама Акбулатова. Чиновники, эксперты и депутаты обсуждали вопросы в одной из наиболее проблемных отраслей. В частности, насколько охотно ТСЖ и управляющие компании раскрывают информацию о своих доходах и расходах. По закону управляющие компании и ТСЖ обязаны выкладывать в публичный доступ информацию об управлении многоквартирными домами. Состояние бухгалтерского баланса, данные о капитальном ремонте, исполнение решений собраний собственников жилья, а также данные о доходах и расходах. По факту это требование нарушает каждая третья жилищная организация. Из 130 компаний 45 проигнорировали закон. Не смущают жилищников и достаточно внушительные штрафы. Если есть это нарушение, то здесь уже привлекается. Штрафы довольно-таки солидные. Если на должностное лицо это 30 тысяч, а если на юридическое лицо, то это 200 тысяч рублей. В ходе обсуждения оказалось, что даже те компании, которые требования закона формально выполняют и предоставляют информацию, делают это весьма своеобразно. К примеру, выставленные на сайте управляющих компаний или ТСЖ отчеты могут меняться чуть ли не каждую минуту. Вроде утвердили один документ, а потом проставили напротив статьи расходов другие цифры. Контролировать такие сиюминутные изменения сейчас фактически невозможно. По большому счету, говорят председатели домов, деньги уходят в черный ящик. Отчитываются коммунальщики не по конкретному дому, а в целом за весь жилой фонд, вверенный в их управлении. И докопаться до истины, сколько и куда потратили на отдельно взятую многоэтажку, трудно. Ее вообще нет. Я добивался год практически, чтобы мне хоть что-то отдали отчет за предыдущий год. Там выписки мне сделали, то, что я озвучивал на совещании, то, что по каждому подрядчику есть перечень его обслуживаемых объектов, в котором есть моя доля. На мои вопросы, предоставьте мне акты, подписанные там, либо еще что-то на обслуживание, этого не предоставлялось. На заседании совета обсудили вопрос энергоэффективности, как тратить меньше на отопление. Предприниматели презентовали главе города свои разработки. В частности, одна из компаний предлагает установить на теплоузлах специальную систему, которая реагирует на изменения температуры на улице и в целом равномерно распределяет тепло в доме. Стоимость оборудования от 350 до 500 тысяч рублей. Однако, как уверяют бизнесмены, и экономия существенная. Приводят в пример дом в советском районе. Раньше в год там за отопление платили 3 миллиона рублей. После установки автоматизированной системы экономия составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Непосредственно ту экономию, которую мы достигли на некоторых объектах, по городу Красноярску, то есть в пределах от 18% до 30% мы гарантируем ту экономию, которую мы можем достигнуть. Последняя установленная система уже именно в том русле, что они уже переработаны, то есть измененного программного обеспечения на некоторых объектах, которые, так скажем, в последнюю очередь были весной установлены. Здесь уже идет экономия в мае, в течение отрезка 15 дней была экономия достигнута 68%. Эдхам Акбулатов предложил председателям домов выступить независимыми экспертами, опробовать такую установку и уже потом, посчитав общую экономию, принимать решение о ее массовом внедрении. Еще одно предложение главы. Горожане должны перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Плата за горячую и холодную воду, отопление и электроэнергию не должна поступать через посредников. Прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, я считаю, давно назревший, перезревший вопрос. Я предлагаю инициировать эту работу по переходу, по проведению собраний с целью перехода на прямые, на расщепление, так сказать, платежей таким образом, чтобы деньги напрямую, минуя счет управляющей организации, сразу поступали на счета ресурсоснабжающих организаций. Первыми на прямые расчеты с ресурсниками должны перейти дома, где есть квартира в муниципальной собственности. Если такая схема оправдает себя, то вскоре на такие расчеты смогут перейти и все жители. Следующее заседание общественного совета состоится примерно через месяц. Уже определены вопросы повестки дня. А в числе приоритетных смена управляющей компанией или же, например, ТСЖ. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 2-92-91-14. Также можете оставлять свои комментарии на нашем сайте afontovo.ru. Елена Бурасова, Игорь Лобакин. Афонтово. Новости.